Согласно биографу, Филиппо Брунелески стоял прямо в главных дверях Флорентийского собора, когда провёл свой первый перспективный эксперимент. То есть он стоял именно тут, где сейчас находимся мы. Мы очень близко. Эксперимент Брунелески показал, что линейные перспективы может создать невероятно реалистичную иллюзию трёхмерного пространства на двухмерной поверхности. И это осознание того, что фактически можно создать систему, которой будет относительно легко следовать, но которая будет невероятно точной и сможет передавать объёмный мир, в котором мы двигаемся во времени на замороженной статической двухмерной поверхности. Это стало поистине великим достижением. Специалисты спорят о том, существовала ли линейная перспектива в древнем мире, но даже если и так, она всё равно была утрачена. Линейная перспектива была создана для нас Брунелески уже в современном мире в XV веке, примерно в 1420 году. Некоторые люди говорят, что Брунелески заново открыл линейную перспективу, что она уже была у древних греков и римлян до него. Брунелески ездил в Рим и изучал античность. Поэтому, предположительно, он развил основы линейной перспективы, пытаясь в точности воспроизвести здания, которые он видел. Он зарисовывал их, делал наброски. Именно это и стали делать художники в XIII веке. Они создавали трёхмерные формы человеческие фигуры, используя моделировку и делая фигуры серыми и монументальными. Было очень сложно поместить эти фигуры в правдоподобное пространство. Джотто и Дуччо приблизились к такому пространству и начали создавать более земные условия для своих фигур, но не достигли идеальной иллюзии пространства, в котором бы их фигуры могли ожить. По мере развития культуры с аналитической и математической точек зрения произошло становление профессиональной, отраслевой культуры, которая требовала от художника определённой правильности, математической точности во всех проявлениях. Именно это и открыл Брунелески. Итак, что же он делает? Брунелески создаёт реалистичный и точный с точки зрения перспективы образ Баптистерия и его окрестностей. Верно. Брунелески разрабатывает систему, состоящую из нескольких ключевых элементов, посредством которых можно проектировать точную научную линейную перспективу. Эти элементы включают центр перспективы, расположенный на уровне горизонта смотрящего, а также ряд ортогоналей или визуально удаляющихся диагоналей. Затем Брунелески рисует или изображает образ Баптистерия в линейной перспективе, в центре которого размещает небольшое отверстие. Он берёт этот маленький рисунок или чертёж, ставит его на подставку и держит перед своим лицом, смотря при этом вдаль. Затем он берёт зеркало и держит его позади такого рисунка. Помните, что в его рисунке было маленькое отверстие? Так что он мог смотреть сквозь него прямо на центр перспективы. Он держит зеркало в вытянутой руке и действительно рисует, глядя через отверстие прямо перед собой, то есть сквозь рисунок. Верно. Так он мог видеть отражение рисунка в зеркале. И если он убирал его, он видел реальный Баптистерий. А если ему был нужен рисунок, он снова подносил зеркало. А когда он хотел видеть реальный Баптистерий, он убирал его. Подобным образом он убеждался, что эти линии были действительно хорошо согласованы между собой. Это был очень убедительный эксперимент. То, что Брунелесский видел в отражении рисунка, выглядело точно так же, как реальность перед нами. Этот эксперимент оказал самый сильный эффект на историю западного искусства. Действительно, каждая, выполненная в традиционной западной технике картина после XV века, соответствовала принципам линейной перспективы, полностью их принимая или, наоборот, отвергая. Через несколько десятилетий после открытия Брунелесский Альберти, великолепный архитектор и теоретик пишет книгу под названием «О живописи», в которой он кодирует открытия Брунелесский и создает руководство для художников о том, как использовать линейную перспективу и как создавать великие картины.